Настоящего мужчину Вячеслав Романов, пережив большое потрясение в юности, смог найти в себе силы преодолеть трудности и достичь высоких результатов в спорте Жил-был обычный парень Слава Как и все мальчишки, любил играть, гулять и кататься на велосипеде К сожалению, детские игры не всегда безобидны В поговорке «мужчина – это случайно выживший мальчик» есть доля истины Одна из шалостей подростка закончилась плохо Это повлияло на всю его дальнейшую жизнь Но ездить на велосипеде он не перестал Детонатор в руках, поджиг, взрыв И все, жизнь молодого человека в 16 лет за секунду разделилась на до и после Просто я в руке держал и подключили, и у меня пальцы улетели Ну просто игра, баловство, будем говорить Я остался именно вот так, без пальцев До было прекрасное детство в деревне Вурнарского района Учеба в училище в Донбассе на электромонтера-автоматчика Мечты и перспективы Отец видел его бухгалтером, а душа требовала приключений Конечно, не таких После – больница, операции Во время взрыва, кроме руки, Вячеслав повредил и бедро Уже меня выпускать он начал с больницы Ну я уже ходил То есть папа приехал И он сказал Ты, говорит, молодой человек, постарайся, говорит, ездить на велосипеде Потому что, говорит, у тебя на бедре очень много мелких осколков Крупные, что мы, говорит, удалили, но мелкие На велосипеде, говорит, инородные тела, говорит, мышцы выталкивают Надо, говорит, тебе больше на велосипеде кататься, чтобы работало И мышцы, и народные тела выталкивают. Очень много я горевал, плакал, в поле уходил. Это, конечно, никто не видел, потому что мне это очень больно было. В таком возрасте остаться без пальцев, уже даже, наверное, себя найти тяжело было очень. Я выходил на поля, ну, бегать. Просто уходил, уединение полное было. Я там по полдня, даже целый день. Когда вот только кушать захочешь, вот потом уже идешь весь наплаканный. Свои переживания сильный юноша никому не показывал. Держался. Почти сразу после больницы Вячеслав купил полуспортивный велосипед. Переделал тормоза под свои руки. Катался. Молодой парень очень хотел служить в армии. Второй удар Вячеслав получил, когда его признали непригодным для службы. Он ведь даже медосмотр прошел. То, что у юноши нет пальцев правой руки, заметили только в Канаше. Прямо перед отправкой в военную часть. Его развернули обратно. Ну, как инвалид уже, все, забраковали. Я очень расстроенный был, очень депрессия такой, что я уж даже бывало, я уже даже рассказывал много раз. Хотелось бы вообще уйти из жизни. Было самое тяжелое это время. Это я с этим, честно говоря, где-то, наверное, больше полгода страдал. Ну, это так, конечно, люди не видят это. Чего? Я же в себе держал. Только я слова врача помню. Первый, когда уже без пальцев остался, Вячеслав Максимович. Фамилии не помню у него. Вот он мне говорил, и по-чувашски говорил он так, как чуваш был. Молодой человек, у тебя жизнь все впереди, не расстраивайся. Пальцы это еще ничего не значат. Ты будешь еще талантливым. Добьешься своего. И то, что мы в военкомате сказали. Вот он мне, особенно вот подполковник, я не помню его фамилию, когда я плакал. Вот тогда он мне такой загладил. Потом, когда в этом в Канаж поехали, там, по-моему, Иванов был тоже подполковник. Когда у меня тоже слезы идут. Все идут в армию, получается. А меня забраковали, и получилось, он меня позвал к себе и показал. Вот, говорит, у тебя, говорит, еще один такой палец был бы, говорит, такой. Я бы, говорит, в армию точно бы отправил. Жизнь продолжалась. С работы Вячеславу тоже было непросто, брали не везде. Но все же устроился электриком на одной из чебоксарских предприятий. В свободное время сразу же выходил кататься на Ядринское шоссе. Там и произошла его первая встреча с легендарным Валерием Ерды. И еду, и три велосипедиста, которые именно спортсмены, обгоняют меня. Я за ними зацепился. Получается, вот, сзади пристроился, еду. А сзади тренер ехал, как раз это Валерий Николаевич Ерды, олимпийский чемпион. И вот он выходит такой, большой шляпой такой черной. И ты, говорит, ты кто такой? Поздороваться хотел он со мной. Слез с машины, и раз у него машина была. Ты, говорит, откуда? Я говорю, Курнарского района. А я, говорит, Шумердинского района. Очень приятно, мне руку начал протягивать, а я руку не даю. А ты, говорит, что руку не даешь? Я говорю, не хочу. Ерды профессиональным взглядом сразу подметил будущего спортсмена. Валерию Николаевичу на тот момент очень нужен был сильный участник для командной гонки. А Вячеслав просто постеснялся показать свою руку. И к предложению Валерия Ерды прийти на тренировку отнесся несерьезно. Как не сопротивлялся юноша, вторая встреча с именитым тренером все-таки произошла. Но чуть позже. И тоже случайно. Романов вместе со своим другом-велосипедистом приехал на тренировку. Он говорит, заходи, тебя тренер зовет. Я не хотел, опять зашел, и опять этот человек, Ярды. И вот тут уже он всю правду уже узнал, что у меня пальца нет. Ну и что, говорит, давай попробуй заниматься. А этот парень, вот другой, говорит, Валерий Николаевич, нет, он не может заниматься, он инвалид. А вот этот инвалид меня убило сразу, опять. Даже сейчас тяжело мне это говорить. И все. Я уже не знаю, что делать. Весь красный там, и девушки там, десятиклассницы. Я же все-таки парень, молодой человек. Вот это очень переносить тяжело было. Когда он мою руку увидел, и он даже прям сразу на кресло, бах, упал, даже сел, присел как-то. Ему как-то неудобно или что, как-то неожиданность вот эта, им неожиданность. Потом посидел, посидел минуту, наверное, сколько там, ну, пару минут, и, может, больше. Потом вот как-то встал и говорит, Слав, давай, говорит, занимайся, будет с тебя. Вот это его слова. После этой встречи с Валерием Ерды Вячеслав уже больше не слезал с нового тренировочного велосипеда. В моем положении он мне очень много поддержал. Никогда не давал умывать, он всегда добрыми своими. И очень-таки втягивающими словами, с любого положения, он, даже если ты хмурый, он все равно сделает так, чтобы ты мог улыбаться, то есть настроение поднимать. Вот это его, именно его труд, именно через него я все вот это достиг. И дальше, когда уже дальше работая, даже со своими спортсменами, тоже старался, вот она все равно в памяти остается, вот чисто от него очень много. Через месяц уже были первые соревнования юниоров. Среди профессиональных спортсменов Романов занял третье место. Заниматься было нелегко. Были и серьезные падения с сотрясением мозга. Держать роль практически одной рукой сложно, но любовь к велосипедному спорту пересиливала все. Вячеслав терпеть не мог, когда его жалели. Никогда не пользовался каким-то особенным положением. Наравне с другими сильными спортсменами тренировался и в снег, и в дождь. Для меня даже, наверное, любые соревнования – это достижение. Я был многократно чемпионом города Чайпоксары. Потом в республике был призером. Серебряным призером был я. Ну, потом призером всероссийских соревнований. Тогда не России, а РСФСР. Выполнение мастеров специально вот этого союзного масштаба и РСФСР. После Валерия Ерды Романов тренировался у других именитых наставников – Анатолия Кокоренова, Юрия Амелина. Интересно, как Вячеслав получал допуски к соревнованиям. В первый раз, когда он пошел на медосмотр перед важным стартом, медики, увидев его правую руку, конечно, не подписали ему бумаги. В следующий раз вместо себя Вячеслав попросил пройти обследование своего брата. Эта схема работала, пока родственника не забрали в армию. Потом пришлось просить похожего на Вячеслава знакомого. И так до 1982 года. Именно тогда Романов получил звание мастер спорта СССР по велоспорту и с головой ушел в тренерскую работу. Вот он – легендарный шоссейник, за которым победа на соревнованиях и звание мастера спорта СССР по велогонкам. Стоил он по тем временам очень дорого – 650 рублей. За такие деньги можно было купить мощный мотоцикл «Урал». Но для Вячеслава Романова этот железный конь бесценен. После всего, что они прошли вместе, он отреставрировал его на специальном заводе и хранит у себя на работе. Дочь и сын тренера Романова Диана и Васян росли в спортивной атмосфере. Они были на тренировках и сборах с папой с того момента, как научились ходить. Соревнования, гонки, победы. Остаться в стороне от велоспорта у них не было шанса, да и желания, конечно. Диана стала кандидатом, а Васян – мастером спорта России по велоспорту и маунтинбайку. Он тренирует детей младшего возраста в спортивной школе имени Ерды. Дал он, наоборот, больше, самое лучшее, то, что мог бы дать любой отец, любой родитель. У него больше опыта, на первых, и он работает с мастерами спорта, членом сборной команды Чувашей России, с кандидатами в мастерами спорта. А я набираю молодое поколение с 6 лет, то есть мне больше по душе с молодежью работать, именно дать им любовь к этому виду спорта, то есть находить с ними общий язык, то есть более в игровой форме. Подводить именно до уровня хотя бы взрослого разряда, юношеского разряда. А дальше уже переходит в старшую группу, к Вячеславу Сереновичу, к отцу. То есть и он уже дальше подготавливает их до уровня мастеров, кандидатов спорта. Также член сборной команды Чувашей России. У меня пока нет такого опыта, но набираюсь опыта от отца. Работаем вместе в бригаде. То есть я очень благодарен своему отцу. Горжусь, что мой отец с ограниченными возможностями стал заслуженным тренером, мастером спорта СССР. Хоть и я его личные рекорды до сих пор не перебил, и уже не перебью. Нет. Я не смог перебить его личные рекорды. То есть в индивидуальной гонке 50 километров я сравнивал свои результаты и сравнивал результаты отца. Мне не хватало еще немножко, но... Ну, так. Если сравнивать, он проезжал 50 километров в час 08, час 09, я проезжал час 10, 50, час 11. То есть и сравнивать, какие велосипеды были в то время и сравнивать, какие велосипеды сейчас, в нынешнее время. Ну, как бы тоже судить строго не надо, потому что я занимался больше маутинбайком, а отец занимался шоссе. То есть это разные дисциплины. Сын, кстати, реализовал и еще одну отцовскую мечту. А служил в армии, в элитном подразделении спецназа. После этого как раз и перестал, наверное, плакать. Я в своей жизни так мечтал, чтобы он отслужил. Ждал, не дождался, когда его уже провожали в слезах. Проводил. Потому что не служил, это мне очень ломало в жизни. А так как у меня сын именно в спецназе отслужил, именно в подразделении ВИТИС. Воспитанники в спортивной школе – это такие же дети. Их результаты – бальзам на душу тренера. Вячеслав Романов – первый тренер Юрия Статеева. С ним за пять лет он уже откатал тысячи километров. Результаты Юра – призер чемпионата Чувашии Приволжского федерального округа, кандидат в мастера спорта по триатлону. Тренер сразу начинает заботиться о человеке, не дает нагрузки. Сначала проверяет, насколько он способен. Старается, чтобы человек функционально подготовился, чтобы не было перенапряжения на сердце, на другие органы. А потом он уже начинает давать все более и более нагрузки большие. И выходим на новый уровень. Его вот это мужество, как бы сосредоточенность вдохновляет, чтобы заниматься, добиться успехов и стать, как он, величим человеком. Неоднократно побеждала на всероссийских соревнованиях чемпионата в Чувашии по байку и шоссе и Анастасия Романова. Он хороший, настоящий, требовательный и добрый. Мой успех зависит от тренера. Наверное, так все сложилось, потому что учился у лучших, говорит Вячеслав Романов. И сам каждый день вкладывает в юных спортсменов все свои силы и умения. Результаты говорят сами за себя. Среди его воспитанников – участники чемпионатов мира, Европы, международных соревнований, чемпионы России по маунтинбайку, чемпионы Европы по датлону, мастера спорта. Три тренера были. Все они добродушные, такие фанаты своего дела были. Ну, наверное, мне тоже вот они очень много дали. Я тоже такой же. Не сдаемся, трудимся, усечу, все как-то и болезненно, и безболезненно. Все через его труд, через их труд. Вот мне тоже такое же пришло. Я тоже вот так же продолжаю. И именно благодаря таким наставникам, наверное, таким и стал. У родных детей уже своя взрослая жизнь. И кроме спортивных достижений воспитанников, у Вячеслава Романова несколько лет назад появился новый смысл – внучка. Которая, кстати, уже неравнодушна к велоспорту. Возможно, династия велогонщиков Романовых продолжится в третьем поколении. Шаг на встречу людям с ограниченными возможностями здоровья был сделан в столичной поликлинике «Северная». Здесь завершился ремонт. Напомним, еще в начале февраля главврач БСМП Ильдар Абызов в рамках нашей программы, встретившись с руководителем Чувашской общественной организации Павлом Никитиным, пообещал ему, что часть проблем, мешающих людям с ограниченными возможностями получать медицинские услуги, будет устранена. Пока ты не являешься представителем данного контингента, ты не можешь полностью понять, что нужно в мелочах. И, исходя из этого, конечно же, подобное общение очень важно. Важно для того, чтобы мы обеспечили все те требования, которые стоят. И не только просто по тому регламенту, который есть в документах, который прописан, но и так далее. Этого, на мой взгляд, мало. Все-таки надо, конечно же, в первую голову держаться на нормативной базе, но в том числе всегда можно сделать еще лучше. Для маломобильных пациентов прием всех специалистов организован на первом этаже. Больница приобрела специальное приспособление, которое называется ступенька-ход. Это на тот случай, если маломобильным пациентам все-таки потребуется передвигаться по лестницам. Такого оборудования ни в одной другой клинике республики пока нет. Возможно, открытые диалоги между врачами и пациентами исправят ситуацию и в других местах, там, где это необходимо. Современный телефон может многое. Это и фотоаппарат, и видеокамера, и навигатор, и настольная книга. А вы задумывались над тем, насколько полезен может быть современный гаджет для незрячих людей? В Чебоксарах реализуется несколько проектов на базе специальных возможностей операционных систем iOS и Android. Обучение проходит здесь, в библиотеке имени Льва Толстого. Проводятся даже соревнования. Вот у меня тысяча рублей. Я нажимаю, подношу, и он мне должен ответить. Одна тысяча рублей. Определить денежные купюры, вызвать такси, найти необходимый адрес. И это еще не все возможности приложения для слабовидящих и незрячих. Я обучалась здесь, у Николая Парахина, все приложения. Получил сертификат, то, что я прошла обучение. И пользуюсь, играю. Определять купюры. У меня специальное приложение есть. Вот. Общаюсь. Окно в безграничное пространство, универсальный мобильный помощник. Так называются проекты, которые реализуются на базе специальной библиотеки имени Льва Толстого в Чебоксарах. Цель у них одна – научить пользоваться незрячих и слабовидящих специальными программами на современных телефонах. Новые навыки открывают новые возможности. Об этом говорят и те, кто уже прошел обучение. Лариса видит совсем чуть-чуть, только контуры объектов ориентируются в пространстве по памяти. Зрение у девушки ухудшалось постепенно. Она работает психологом, оказывает экстренную помощь по телефону. Очень хорошие специалисты здесь, особенно Николай Павлович Парахин. Он в моей жизни сыграл, так скажем, очень огромную роль, потому что он меня научил, во-первых, компьютеру, пользоваться без глаз, получается, ну, вслепую. Научил пользоваться телефоном, именно андроидной системой. Научил пользоваться айфонами тоже, вот именно программой iOS. И это мне в жизни помогает чувствовать себя хорошим человеком, нужным человеком, знающим человеком. И даже конкурировать на уровне, ну, получается, конкурировать с зрячими людьми. Ориентация по телефону при помощи голосового управления. Телефон подскажет, как добраться до места назначения, что находится вокруг человека, вплоть до номера дома. Помимо навигации, специальные программы для незрячих очень помогают в работе. Я массажистом работаю. Когда пациент приходит ко мне с результатами обследования, то есть томография или УЗИ каким-нибудь, или просто заключение какое-то, я глазами это прочитать не могу, а с помощью специальной программы я фотографирую, и телефон распознает текст и озвучивает мне голосом. Я это обследование могу прочитать без помощи пациента. Пользоваться возможностями современных гаджетов незрячих обучает тифлопедагог Николай Парахин. Проводятся даже конкурсы. Недавно выявили сильнейшего пользователя в региональном этапе всероссийского конкурса словом и жестом. Им стала Рагибая Финдиева. Она представит республику на всероссийском уровне в Нижнем Новгороде в апреле. Сейчас, секундочку. Рагиба лучше всех разобралась в логическом квесте для незрячих, где участники слушали вопросы и находили на них ответы. Пользоваться интернетом – пожалуйста. Только там не было прямых ответов. Выполнили первое задание. У вас получится некое число. Это число, пожалуйста, запомните и запишите. Выполнили второе задание. У вас получается следующее число. Также запомните его и запишите. И так до пятого задания. Итого у вас будет пять каких-то чисел, последовательным друг за другом располагающихся. Вот эти числа вы должны помнить. И шестое задание скажет вам, что делать с этими числами. Конкурсант выполнил все пять заданий. И шестым заданием была песня «Позвони мне, позвони». Поняв, о чем идет речь, он позвонил на мой номер телефона. Так современные технологии меняют мир людей с ограниченными возможностями здоровья. Не просто концерт, а вечер духовного единения. Когда исчезают условные границы. Когда зрители становятся артистами и наоборот. Такую возможность предоставляют на своих концертах супруги Макарские. Чувашии их уже встречают как своих. Полный зал, ни одного свободного места. Многие зрители на концерте Макарских не впервые и готовы приходить на Антона и Викторию снова и снова. Когда я была осенью на их первом концерте, я получила настоящие живые эмоции от этого концерта. Настолько светлые люди, замечательные. Именно православие, дух православия, он присутствует как в этих людях, так и в их произведениях. На самом деле это было чудесно и мне захотелось еще побывать. Благотворительный фонд «Время помогать» два года организует концерты российских звезд в Чувашии. Те, кто может купить билет, понимают, что собранные деньги пойдут на лечение детей или покупку необходимых средств реабилитации. Те, для кого это проблема, многозетные семьи, люди с ограниченными возможностями здоровья знают, что для них вход бесплатный. Мы делаем творчество артистов, которые приносят добро доступным. Можно ведь добро сделать одному один раз, а можно многим и помаленьку. Вот сейчас, вот сегодня, в данный момент, многим помаленьку. У нас есть определенный круг уже друзей, которые постоянно ходят на наши мероприятия. Мы даже с многими знакомы лично и ходим к ним в гости домой. Наши друзья очень положительные. Ну, скажем так, нет никаких у них ограниченных возможностей. Все там безграничные на самом деле. Но хочется, чтобы для определенных категорий граждан было доступнее. То же самое творчество, то же самое на концерт сходить. Ведь понимаете, не всегда бывает так, что взял, сел, захотел, поехал. Когда организовано, пригласили, приезжайте, да. То есть никакой специализированной программы, так же, как для всех. То есть простые люди, обычные или такие, как мы. Добраться и разместиться в зале людям с ограниченными возможностями здоровья помогают православные добровольцы. И такая возможность подоставилась благодаря Елене Наумовой, которая, в общем-то, нас всех собирает, людей с ограниченными возможностями здоровья, исполняет наши желания. Вот моя мечта сбылась. Спасибо организации «Время помогать» и слава Богу за все. Здесь задействовано очень много людей, и православные братцы Сына Афона, и волонтеры, и сама эта организация. Мы сотрудничаем, стараемся чаще пересекаться в духовной среде, едем в полуноческие поездки. Ночь застечивой быть перестала, Окна красит в домах, Я укрою тебя одеял, Вдруг приснится зима. Живой концерт Виктории и Антона Макарских – яркое музыкальное семейное шоу на сцене. Они поют, читают стихи, рассказывают истории о себе, общаются со зрителями. И так больше двух часов без перерыва. На протяжении всего концерта на сцену не перестают передавать записки со словами благодарности. Люди дарят артистам цветы, сувениры. Настя Иванова готовилась к этой встрече заранее, потратила немало времени, чтобы найти подходящий подарок. У меня подарки такие на духовную тему, на тему православия. Это подарок Антону Макарскому, ангелохранительной дороги. После них оберегают их в дороге, и не только в дороге, а вообще по жизни, в том числе и их творчество, которое помогает людям духовно обрести радость. А самые смелые зрители сами выходят на сцену. Галя спела, да? Да. Совершенно фантастический, очень талантливый человек. Как говорят с ограниченными возможностями. Сколько мы общаемся с такими людьми, столько мы понимаем, насколько же мы ограничены в своих возможностях. И как ребята, у которых где-то что-то меньше дано в физиологическом плане, кто-то хуже слышит, кто-то хуже видит, насколько они богаты душевными своими сокровищами. Это для нас, опять же таки, да, это школа жизни, школа общения и школа любви. Потому что только сопереживая, сопереживая другому человеку, его радости, его боли, мы из человекообразных существ превращаемся в людей. А это, наверное, ну, во всяком случае, наша точно цель стать человеком. Это путь всей жизни. Семья в ночной язвы, не слышно ничего, но мы пока стоим, молимую льду. Адаптивный спорт Чувашии продолжает развиваться. Большинство людей с ограниченными возможностями здоровья используют спорт в качестве реабилитации. Но есть и те, кто переходит к высшим спортивным достижениям. Недавно в Чебоксарах состоялся чемпионат России по настольному теннису среди глухих, на который приехало 52 спортсмена из 12 регионов страны. Чебоксарские теннисисты показали, кто в доме хозяин. Воспитанники спортивно-адаптивной школы города Чебоксары завоевали 4 медали на чемпионате России по спорту глухих в дисциплине настольный теннис. По результатам командных соревнований среди женщин чемпионками России стали наши землячки Ксения Анишева, Екатерина Петрова и Валерия Гайфуддинова. Я очень много побежалю. Я очень мало, редко проигрываю. У меня очень много, много медалей. Я стараюсь ради всех, ради команды, ради Чебоксары, ради тренеров. Все ради всех. Я стараюсь, стараюсь хорошо тренироваться. Это моя мастерка. Настольный теннис. В индивидуальном зачете также отличилась наша Ксения Анишева, в активе которой два золота и одно серебро. Основные фавориты на чемпионате России это сборные Московской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Чувашской республики, Кемеровской области. Женская сборная Чуваши заняла первое место на первенстве России по спорту глухих. В Болгарию на первенство Европы в составе сборной команды России поедут два спортсмена из Чувашии. Это Ксения Анишева и Станислав Петров. Спортивные достижения, личностный рост, любимая работа, близкие люди. Можно выбрать себе любую мотивацию и результат не заставит себя ждать. Главное что-то делать, чтобы мечты сбывались, а желания реализовывались. Герои наших программ сильные люди прямое тому доказательство. Действуйте, и у вас тоже все получится. Редактор субтитров А.Семкин